да ребят сразу же хочу напомнить что 13 числа у нас с вами стартует марафон по депривации сна в 21 00 есть время подготовиться присоединиться можно на любом этапе потому что будет эфиры будут в записи поэтому вы можете как присутствует на эфирах так и просматривать тогда когда вам удобно поэтому 13 числа старт присоединиться можно в любое время 10 числа тоже мне написали сегодня ребята мы не поняли информацию что будет 10 числа 10 числа это сочинцы либо те кто близко живет либо кто приехал сюда к нам отдыхать и вы здесь 10 числа мы поедем на дольмены там будет у нас несколько практик там конечно же будет по болтушки раскрывушки и ну такие будут наверно тоже скрывал очки куда без них ты вот поэтому если интересно присоединяйтесь все контакты тоже под видео но и в telegram там контакты организатора вот поэтому пишите и я вам отвечу на все вопросы так давайте вопросы меня волнует вопрос понимаю что у всех по-разному но когда начинается у меня этот сильный процесс интоксикации так что даже очень тяжело вставать и те сколько это может занимать по времени это может занимать по времени но ребят вы такие вопросы задаете вот смотрите еще раз вот вас интоксикация что вы не можете встать у кого-то там еще что то то есть у вас у некоторых тела на грани разрушения на грани разрушение и вы готовы отдать свое тело отдать свою жизнь в одну смс в один ответ зачем вам это тело вы его не цените вы его не любите вы с ним вы его только то толкаете на аскезу вы не готовы его изучать вы не готовы с ним идти в тандеме вам сказали что голодать это нормально и вот вы голодаете сдыхаете на своих кроватках мягеньких и сладеньких и потом говорите а расскажите мне чё чё где волшебная таблетка то а можно еще и бесплатно вы же вроде как автоном вам же деньги не нужны дайте ко мне бесплатно или на иначе кто вот такой вы о чем говорите ребят ведь я говорю каждый эфир что к автономии блин ну не при что такое автономия вы вообще как это себе представляете вот я живу чтобы не есть блин ну не ешьте для чего вам это нужно куда вы идете какие вас цели какие мечты для чего вам это все вот вы сейчас лежите в интоксикации не можете не на рукой не ногой не пошевелить и все равно пребывайте в этом состоянии чтобы что у вас какое-то заболевание тогда пишите смотря какое заболевание вы наслушались вот этих вот блаженных блогеров философских у которых все хорошо у которых любовь любовью попахивает блин поставьте его в час пик в автобус чтобы многие отступали наступали ему на ноги посмотрим какая у него блажь и куда она потом начнет вылезать это блажь любовь ко всему миру но ты же не про это но вы же живете в этой плотности куда вы пошли из этой плотности вы вы здесь себя не можете совместить себя с телом вы не чувствуете своего тела вы не чувствуете своих мышц вы не чувствуете вибраций своих вибраций но пытаетесь лечить других пытаетесь что-то там рассказывать показывать для других уходите от себя вы же прячетесь от себя но вы же правильно задали вопрос я понимаю что у всех по-разному но если вы это понимаете то как может быть этот вопрос тогда вообще состояться и самое что интересно вы же себя все время оттягивайте от от самого себя вы знаете сколько у меня у меня в день минимум минимум 10 обиженных обижаются потому что я им не отвечаю лично обижаются потому что я не отвечаю на такие вопросы что вы не можете ответить когда у меня слабость пройдет что вы не можете ответить как мне почиститься в эсэмэске что вы не можете там еще что то ответить а А иногда бывает, люди пишут мне, и они пишут о своем, о своей жизни, видимо, видимо, думая, что на консультацию я с ней не пойду, нефиг этой Лавровой еще и деньги платить, пусть-ка она со мной так работает. И они мне пишут письма, письма пишут, прям вот, прям роман, который я должна прочитать, я должна вникнуть, и после этого я еще должна ответить, ребят, но я-то ведь отражение вас, если вы меня не уважаете, вы себя-то ведь тоже не уважаете, к вам-то точно такое же отношение, у вас точно такое же отношение к самому себе, не ко мне, я всего лишь отражаю вас. Чтобы изучить процессы, надо уметь думать самостоятельно, это труд. А ты дай нам, мы пожрем, еще и ценим, как ты выкрутишься. Да, это точно, да, крутил. Мне очень приятно, многое понимаю, что нужно делать, здорово. Так вы все понимаете, ребят, вы думаете, кто-то из вас тут сидит какой-то тупой, или кто-то ниже мозговой деятельности, чем у меня? Нет, ленивый, вот это да. Вы все прекрасно знаете, но вы же понимаете, что знать это мало, с этим нужно работать, а зачем это работать? Она-то уже прошла? Пусть скажет. Но тогда можно компенсировать это чем-то другим. Да, энергообмен какой-то должен быть. То же самое, что мне написали про энергообмен. Какой энергообмен? Я уже твой энергообмен давно высрал, ты на каком уровне? Все должно быть без энергообмена, все в мире изобильно. Но если изобильно, зачем ты мне задаешь вопросы? Изобилие-то в тебе? Так много противоречий. Знаете, почему очень часто вы не выскакиваете на определенный уровень себя? На определенное познание себя, на определенные выводы какие-то, на определенные новые плотности самого себя. Только лишь потому, что вы продолжаете себе врать. Начиная находить в чем-то виноватого. И у меня ребята, которые с собой работают, моя команда, они уже прекрасно знают, ну, они много со мной ездят, много со мной на каких-то мероприятиях. Мы уже практически неразлучны с некоторыми, да? И они себя все равно ловят на мысли. То есть я вижу, что какое-то случилось состояние, и кто-то из них впал в состояние обиды. Я в это время, когда это вижу, это же сразу же считывается. Я оставляю человека. То есть я не подхожу, не спрашиваю, не лезу под кожу. То есть я понимаю, что он должен проработать это свои процессы. Это нужно, как правило, уже ребята, они буквально хватает короткого времени, чтобы это осознать и найти вот эту причину, чтобы сразу же ее раз и растворил. Потому что ее не существует, когда ты в нее углубляешься. Но тем не менее они до сих пор, говорят, до сих пор, говорят, понимаем, вот все вот это узнаем. И до сих пор впадаем в какую-нибудь обиду. А вот мне вот тот-то не предложил, а вот тот-то не встретил, а вот тот-то не сказал, а вот тот-то не приобнял, а там тот-то еще что-то не сделал. И все время выходит, что вроде бы все хорошо, вроде все понимаю, но все время есть какая-то запятая, которая выводит в определенное состояние. А вы подумайте, что это за состояние. Оно ведь вас выводит не в состояние обиды. Если вы сейчас вот это прощупаете, все время вот это вот состояние, оно вас выводит в состояние прошлого. то есть вы начинаете над собой работать, вы соединяетесь с собой, у вас начинают приходить вот эти вот плотные осознания себя, и вы уже сживаетесь с ними, как бы входите в процесс самого себя. Но это, знаете, это как на сцене стоять, позировать. И вот это вот напряжение, оно через какое-то время, мышцы начинают трястись от непривычки, от того, что где-то неестественным путем создали эти мышцы, где-то страх, где-то испуг, где-то смущение, где-то еще что-то. И вот этот вот тремор начинается на сцене. И точно так же у вас начинается в жизни. То есть вы себя поймали, и вы начинаете себя вот входить в состояние самого себя. И когда вы входите в состояние самого себя, вроде бы и кайфуете, вроде бы все хорошо. А внутри начинается вот этот тремор. И этот тремор, чтобы он расслабиться, что нужно. Вот в этом состоянии вы расслабиться и кайфануть еще бывает очень сложно, потому что это тотально нужно от всего отречься. И тогда вы начинаете что-либо славливать, какую-либо эмоцию, грусть, обиду, какое-то разочарование, даже какую-то там, какую-то радость от чего-то. И вас раз, и выстегивает назад. Вас выстегивает назад, выстегивает в прошлое, потому что вы интерпретировать это состояние можете только из состояния прошлого. Когда вы начинаете интерпретировать, что с вами происходит, когда вы начинаете вот это чувствование пропускать через голову, что же со мной сейчас происходит, а почему это так со мной, а почему там еще что-то. Это всегда прошлое. То есть вы всегда углубляетесь в прошлое, которое уже не здесь. То есть вы обиду не можете сфокусировать на будущем. Его еще нет, вы его не смогли себе придумать. Вы уже в состоянии того, что было прошлое. Секунду назад, мгновение назад, миг назад, неважно, всегда в прошлом. Всегда вы уже вылетели из этого состояния, мышцы уже расслабились. Все, вы вылетели со сцены, мышцы расслабились, и вы получается вот в этом состоянии прошлого. И когда вы в состоянии прошлого, вы понимаете, что вроде бы расслабленность и неудовлетворенность одномоментно. И вот это вот состояние расслабленности и неудовлетворенности, оно вас держит состоянием того, что вы знаете, что с вами происходит, состоянием того, что уже было, состоянием привычности. И вот в этом вот состоянии привычности, не осознавая, что вам не нужно быстрее и быстрее из него выйти, чтобы войти в состояние самого себя, чтобы не выстегнуться в состоянии самого себя обратно, в закрепление этих мышц, вы вот в этом вот состоянии привычности начинаете опять себя прорабатывать. «А почему у меня это случилось? А почему у меня то?» И очень часто здесь бывает «зависаете на какое-то время». А по факту вот это вот состояние словили, а потом такое «Так, а что я здесь делаю?» «Мышцы заболели?» «Надо тренировать». А обратно здесь сейчас? Потому что состояния обиды нет. Его не может быть. Кто вас может обидеть? Кто? Кроме самого себя. А с себя вы будете обижать? Нет. Обида – это уход из плотности себя. И все. И когда вы понимаете, когда вы вот это вот состояние славлюте, то вам уже в прошлом в обиде, даже в радости в какой-то, вам там делать будет нечего. это уже все те состояния, которые уже уже не актуальны для плотности, в котором вы уже очутились. Понятно, ребят, немножко? Так. Ступни не имеют часа, и сразу понимаю, началось. Магнезия. Магнезия на кончике ножа, на кончике ложечки, буквально совсем чуть-чуть, и водичкой запей, и вот эти вот состояния, они очень быстро будут отпускать. Вот это то, что касаемо механических процессов тела. время 22-22. Яла. Да, и это состояние привычности раздражает. Зависание в прошлом вводит скуку, не хочется это кино смотреть сто пятьсотый раз. Да. Ну, здесь же опять, а насколько вы... Hello. А насколько вы это кино воспринимаете как старое? Насколько вы это кино можете перевернуть как передачу своего опыта для восприятия кем-то другим. То есть, смотрите, можно зависнуть в этом старом кино. Да, вы его смотрите уже не первый раз. Не первый год, не первую жизнь. И можете зависнуть в этом состоянии, ну, блин, вот все, ничего нового. Ну, нафиг оно мне нужно. Ну, для чего я здесь? А можете сделать это по-другому, по-иному. То есть, как сделала это я? У вас могут быть свои процессы. Я же с вами могу поделиться только своими. То есть, зная, зная все, что происходит, зная все, немножечко наперед, чтобы не откидываться назад, ты просто через здесь и сейчас, через настоящий момент, который ты знаешь каждый момент, вот он наступил, а ты его уже знаешь, он наступил, а ты его уже знаешь. Тогда ты это кино интерпретируй через свой опыт, показывая любому другому через свой опыт кино, рассказывая свой опыт, чтобы он любой другой мог схватить суть этого кино, в котором он уже тоже пребывал, чтобы он выскочил на другой уровень. Понимаете? И тогда вы через себя, через свой, это же опыт, этот не обязательно через говорение, да, то, что там, например, я говорю, этот же опыт может через любое другое, то есть, например, смотрите, сейчас я говорю, потом я показываю вам тоже через этот же опыт, то, что все делать, например, я показываю какие-то процессы, там, что там, игра на гитаре, да, это тоже мой опыт, и вы тоже через этот опыт можете себя прочувствовать, что, а, я и это делаю, и через этот опыт повели дальше, потом, например, там, я рисую, да, через писание картин я показываю, что и этот опыт у меня был тоже в этом кино, и я точно так же показываю, через спорт, через там какие-то бег, танцы, железо, через что угодно, раз и показала, и вы точно так же, кто-то там, кто-то обувь шьет, кто-то крестиком вышивает, кто-то походы проводит, кто-то еще что-то, через свое кино, раз и выворачивать интерпретацию, чтобы другой, любой другой, через, через это кино, кино-то одно и то же, мы все в одном кинотеатре, чтобы другой осознался через проживание опыта, через восприятие, твое восприятие общего кино, и для него это может быть триггер, и этот триггер, он может заключаться в любом делании, всегда в делании, в этой плотности, у нас здесь существует, временной фактор, только здесь существует, временной фактор, который очень четко регулируется, внешней оболочке, ощущением тела, через ощущение, только мы можем прийти к чувствованию, загнуло, да, ребят, скажите, вообще понятно, о чем я говорю? Напишите, пожалуйста, дайте обратную связь, насколько, насколько смогли уловить вот эту вот цепочку, ниточку, вопросов больше нет. Круто! Спасибо, Светлана! Не передаю свой опыт, долго думала, что мой опыт никому не интересен. Важность! Мой опыт никому не интересен. Что за жало-то? Давай, делись! Я жадина похожа, да. Рисую картину, думаю об этом, как можно еще его передать. Да, хоть как, через картины, это же тоже такая красота. Да, понятно. Смотрите, через картины. Мы с ребятами, знаете, как делали? Вообще, вы же, вы же прекрасно понимаете, да, что у нас вообще много, к сожалению, к сожалению, не к сожалению, это такой спорный вопрос, факт. У нас много детских домов, и вот эти вот детские дома, когда им передаешь денежные средства, я просто чуть-чуть знаю, знаю, знала, ну, в общем, неважно. Такую картину, что когда детским домам передаешь финансовое, финансовую составляющие, до детей это, даже если доходит, они не понимают этого, этой радости, они не понимают этого жизненного, жизненной составляющей. и они себя так и продолжают чувствовать, то есть они себя в большей степени чувствуют абсолютно ненужным. Да, и когда у меня была одна из практик по психологии, и мы в детские дома, например, в один из детских домов приехали, не буду говорить, в каком городе, вот, и детей же кормят в столовых, и когда мы начали показывать, как вообще процесс готовится, когда начали разбивать яйцо, они никогда не видели, они всегда видели его там в яичнице, или в яйце, ну там вареное, когда разбили яйцо, там половина у нас просто начала блевать, они не знали, что это такое. Они не видели, многие не видели палки колбасы, то есть просто колечками видели. Представляете, насколько, насколько бывает, что тот же человек в этом же кино, который абсолютно не видит ту грань, которую видели вы. Вот, и я это к чему, опять ушла не туда, я это к чему, и мы с ребятами собирались, мы покупали какие-то безделушки, кто что делал там, вот про картины, да, те же самые там, ну какие-то вот маленькие, и мы целый день проводились с ребятами, устраивали какие-то игры, устраивали развлечения, устраивали какие-то говорухи, и они за этот, за этот день, они просто нас потом отпускали, вот со слезами, потому что у них, ну носить им, ну что, ну там перед друг другом, они там похвастаются чем-то, да, ну это всё, это всё в их стенах, за которые они даже выйти не могут, они не знают, что, они знают, что вот в этих вот стенах, стенах, стена, стенах, там есть разные платьишки, есть там разные туфельки, есть разные шоколадки, есть ещё что-то, но что есть эмоциональный фон другой, они об этом не знают, и когда ты с эмоциональным фоном заходишь сюда, И они понимают, что там есть другая жизнь, куда можно стремиться. Нигде здесь ты будешь лидером и всех будешь там. А там есть другой эмоциональный фон, который может перерасти в новые какие-то ощущения, чувствования. Может быть, до чувствования еще не дают, но тем не менее. Это уже другой процесс. И когда ты начнешь вот это вот отдавать, это, я не знаю, там, ну, кто-то там, кто-то талисманчики делает, ему нравится. Кто-то крестиком вышивает, кто-то картины пишет. Блин, можно же собраться, не обязательно большой компании, 2-3 человека и просто договориться с каким-нибудь... Это, к примеру, я говорю, ребят, можно придумать все, что угодно, с детским домом и провести там какие-то игры, мероприятия. И для них это будет, это просто вау. И это, опять же, ты поделишься собой. Ведь нам для распаковки себя, для счастья себя, для новых вибраций, которые мы можем запустить в любой точечке нашего существования, ведь не так много надо. Почему-то многие думают, что что-то должно произойти глобально, там, построить центр, в котором будут все лечиться, планету всю засадить зеленью, там, еще что-то. А вот просто с маленького миллиметрика, с маленькой вот этой вот частички начинать, и все. И это вообще про другое. И ты даже не представляешь, насколько ты свою физику начнешь прокачивать, как заштопывать. И вот эти вот вибрации, которые начнут в тебе крутиться, ты даже... Ты оттуда будешь приезжать, и у тебя будет... Сначала будет больно, да. Но это боль же, если ты ее разберешь, это же боль от... Что ребята вот есть вот такие, что они плачут, что им не хватает внимания. Боль-то ведь она идет не от ребят, а боль идет от того, что ты впадаешь в этот анабиоз жалости к себе. Если ты ее разберешь, у тебя боли не будет. Ты только начнешь расширяться. А можно придумывать, ребят, все, что угодно. Как можно, какую можно крупинку привнести. Писать картины, кто-то подъезды расписывает, кто-то... Я когда работала воспитателем в детском саду, мы с детьми расписывали веранды. Это были... У нас самые красивые веранды были. Меня потом попросили, мы со всеми детишками расписали уже потом все веранды в детском саду. Не было расписаны веранды. То есть, ну, это же можно сделать хоть что. А представляете, дети, они, которые там в этом садике, они уже за этими верандами следят. Они уже, они понимают, что это они расписали, это их труд, это такая красота. И когда ты участвуешь в этой планете, в этом кино, не просто как потребитель там, ну, я взял, я дал, а именно вот тем процессом делания себя ты по-другому уже это начинаешь воспринимать. И тогда все вот эти процессы, они по-другому начинают идти. И это уже не напускное вот это вот благостное добро. О, я пойду всем добро раздам. Ты не добро раздаешь, ты себя раздаешь. Это разные вещи. Не надо никому добро раздавать. Добро это для тебя. А для него, может быть, не добро. Ты, может быть, пришел к этому ребенку в детский дом, ты думаешь, я с добром пришел, а ты ушел, он говорит, да нахер ты бы ты приходил, всю душу разворотил. Понимаете? Никогда не зацикливайтесь и не акцентируйте, кому вы делаете добро. От себя добро. Вот чем больше вы будете от себя делать это добро, неважно, как другие будут реагировать. Вы будете обрастать вот этой плотной вибрацией через добро, через добро, через добро, не думая, как кто воспримет. Дайте любому другому воспринять ваше добро по-своему. Позвольте им понаходиться в любом состоянии от вашего истинного добра. И это уже другие процессы. Светлана, разверните, пожалуйста, тему про вкусы, рецепторы, как от них отказаться. В прошлом эфире не совсем понятно было. Это я в марафоне буду рассказывать, ребят, потому что это тема такая. Я буду рассказывать, я буду показывать, рисовать, чтобы вам было понятно, что нет у нас вкусов, нету их, не хочет человек есть вкусы. Это попсовая психология, которую внедрили в головы, которую все раздувают. Нету их вкусов. Не можете вы хотеть какого-то вкуса, если будете понимать, что это такое. В марафоне я это расскажу. Как я понимаю, вот ты меня вскрыла в горах. Наташенька, привет. Я прожила опыт. Теперь я через это свое проживание раскрываю также мужа. Не так, как ты, а через свою уже призму. Но это мощно работает. Да. Мы же через себя всех раскрываем. Я же опять же говорю, да. То, что я говорю, вы не меня слышите, что я говорю. Когда я говорю, вы себя слышите через меня. Да. Вот. Ну что, ребят, есть еще вопросы? И еще, ребят, напишите мне, знаете, что мне, правда, это очень интересно. Дайте обратную связь. Я стараюсь сейчас в чатах, в Телеграме и в статусе, в Телеграме, ну, который личный мой Телеграм, да, там, как называются, сторисы. Стараюсь выкладывать, не всегда получается, но стараюсь выкладывать там, ну, например, делание моего дня, что я делаю, там, бегаю, там, в спортзал хожу, там, на гитару хожу, на вокал хожу, рисую, какие-то, куда-то езжу, еще что-то. Я это делаю, чтобы вы понимали, насколько легкая и разнообразная жизнь, когда вы входите в этот процесс. Насколько она, насколько жизнь течет без каких-то вот этих вот побочек, которые не актуальны для нашего тела. Насколько вам это интересно. И я же, опять же, это показываю, чтобы вы понимали, что я это показываю на себе, это ровно столько же, что вы можете делать. То есть показываю вам, чтобы вы все время так, а я почему это не сделаю, так, я пойду вот это сделаю, я пойду вот это сделаю. И через сделание вы себя как будто бы как вытаскиваете на новое восприятие своей плотности. Вот, поэтому тоже дайте обратную связь, насколько вам это актуально, насколько вы понимаете, что там раз, там, смотришь неделю, то, что бегает, там, каждый день, там, две недели бегает, два месяца, а на третий месяц раз и сами побежали. Это же так обычно бывает, так же срабатывает. Потому что мы зеркала друг друга, да мы даже не зеркала, как мы, мы не отражаем. Смотрите, у нас есть несколько, вот даже вот в этом вот мире, в этой плотности у нас есть несколько этапов. И на первом этапе мы зеркала, мы можем посмотреть, что мы делаем друг для друга. Сейчас вы на этапе, вы уже не зеркала, я вас не вижу зеркалами. То есть зеркала, смотрите, я, например, подняла там правую руку, да, а вам видно, что как будто я левую руку подняла, ну, как бы в зеркале, зеркальное отражение. Но когда вы становитесь обладателем своей плотности, плотности своего тела, плотности самого себя, и когда вы начинаете капсулировать свои вибрации, вы становитесь частью всего остального, и все остальное становится частью вас. Это уже не зеркало, когда на тебя кто-то обижается, ты уже не интерпретируешь, а что я сделал такого, что он на меня обиделся. Это уже не про это, ты уже позволяешь своей частичке побыть в том процессе. Это уже другие процессы, они более глубокие, более плотные. Это полезно и актуально. Обратную связь прямо в Телеграме. Ой, да хоть в Телеграме хоть как, да, здорово. Здорово, если полезно. Руслан, Руслан, автономия. 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 Ну что, так, Василий. Привет, люблю автономные процессы, жизнь становится упрощеннее. Ну, как минимум, да. Да, очень много моментов отпадает, когда тебе не нужно садиться где-то кушать, где-то слушать, где-то какать, где-то писать, где-то еще что-то. Это когда ты в свободном процессе, а это, знаете, когда вы постоянно в передвижении, это ой, как актуально. Часть. Значит, это не о цельности, я хочу быть цельной. А часть-то как? Ну смотри, вот есть ты, да, ты. Рука, это же не ты, но рука твоя. То есть, если у тебя есть рука, значит, ты не цельная, ты без руки не цельная, а если с рукой, то она часть тебя, значит, это уже не целостная часть тебя. Вы путаетесь, граждане. Меня очень вдохновили ваши сторис, поняла, что жизнь сейчас, а не потом. Прикольно. Особенно сторисы с пробежками. Ну, все, ребят, значит, продолжаем. Вот, и скоро, я думаю, что через несколько месяцев вы узнаете еще кое-что. Пока не буду голословно, не буду говорить, все сами потом увидите. Вот, и еще, ребят, в 20-х числах, не помню, то ли 21-го, то ли 22-го. Кто будет на пронаслете, я там буду давать лекцию на пронаслете. Приеду. И будет лекция, кто не на пронаслете, но Москва, Московская область, кто хочет поболтать, то будет еще в пространстве, по-моему, облака, вот, тоже вся информация есть. Приходите туда, вот, там у нас будет просто за ДНЧ нам предоставили зал, ребята, вот, поэтому только вот, как бы, кто, кто, что посчитает нужно. То есть там, по-моему, даже фиксированной платы не будет. Я не помню точно, но вроде бы нам вот так вот предоставили зал. Пока не буду прям говорить, по-моему, так. Что-то обнадеживающе. Ребята, у нас все обнадеживающе. Так. Чтобы перейти на пронаслете, обязательно перейти на облегченное питание. Обязательно перейти на осознание, для чего тебе это. Сторис очень актуально, вдохновляюще. Продолжай, пожалуйста. Здорово, Наташечка. Тело и каждая частичка, клеточка моего тела, это все я. Все ты. И я часть тебя. И ты часть меня. И все часть тебя. Но это уже другие процессы, ребята. Это очень сложно мне сейчас сказать на прямом эфире, в записи даже, когда будут смотреть. Но на ретрите я прям вас ковыряю до того процесса, пока вы не поймете, что вы есть пространство. Это про другое. Это все плотности. Но это глубже, это больше. И когда у вас вот это вот осознание происходит, то все. Тогда ваших рамок, вашего вот этого загончика больше не существует. Это другое восприятие всего жизненного процесса. Можно вопрос? Да, Василий, задавай. Спасибо за эфир. Василий, задавай вопрос. Вы мастер рефлексно-ориентированной практики. На чем разворачивается ваш навык? На мне. Нет, я никакой не мастер, не гуру, не еще кто-то. Я просто делюсь с вами своим опытом. И вот так случилось, что я вижу некоторые процессы через себя. Не некоторые, а все. То есть, когда приходит человек, я сразу же вижу, что у него происходит, что у него, что в его жизни, в его жизни, в его этом фильме, в другом, неважно в какой жизни это было. Я эти все процессы вижу. И поэтому получается, что мне, наверное, просто, или как сказать, работать с ребятами, с людьми, они, потому что я достаю то, до чего они не могут докопаться. Но это он. Он сам, каждый сам. Поэтому я просенько раз достаю, а вы уже там прощупываете это и убираете, потому что это не актуально. Всегда только актуально здесь и сейчас. В это состояние как бы я вас провожу. Просто потому что я сама такая. Вот и все. Почувствовать можно, когда выносишь часть себя. То это уже не о цельности. Есть распыление, искажение. А когда я смотрю на тебя, я вижу именно себя. Я вижу целостно. Это не про ограничения. Не про ограничения. Добрый вечер. Добрый вечер. Женюточка, а мы уже заканчиваем. Но все будет в записи. А сверчки это на улице? Сверчки на улице, да? Благодарю. Наверное, нужно ближе познакомиться. Пока просто интересно. Благодарю Василий. Да, на канале, на YouTube очень много про себя рассказываю. Как я пришла к такому образу жизни. Что сподвигло. Что я сейчас делаю. Отзывы ребят. Чтобы не только я, только сама про себя бла-бла-блакала. Ребята рассказывают свои видения. Свои трансформации, когда мы находимся в одном пространстве. Поэтому, если интересно, посмотрите. Ну что, ребятки, буду заканчивать. Спасибо вам огромное за вопросы. Вопросы задавайте. Все вопросы я читаю. Даже от Жени. Изименко читаю. Жаль, конечно, что у него такое очень ограниченное мышление. Но это тоже хорошо. Мы же про границы разговариваем, да? Поэтому тоже здорово. Задержка эфира еще. Да, ребят, задержка эфира есть. Потому что... Потому что есть определенные причины, почему меня задерживают. Всем огромное спасибо. Все. Всех обняла. Жду новых вопросов. Надолго не прощаемся. Приезжайте на встречу на Дольмены, в Москву, на ретриты, марафоны. И стартуем 13-го числа еще по депривации. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok